Друзья, всем привет! С вами снова компания Сингента. Первое техническое видео из сезона 2024. Сегодня хотим поговорить о правильной защите от капустной моря. На календаре у нас сегодня 26 июня, и к нам поступает очень много телефонных звонков, а также писем от вас, как правильно защититься от капустной моря, потому что сейчас наступила жаркая погода, и инсектициды работают плохо. В сезоне 2023 года мы записываем для вас два технических видео на эту тему. Но почему мы захотим сегодня повторить это видео? Потому что на сегодняшний день, в условиях этого 2024 года, идет наслоение поколений капустной моря. И фермеры и производители, когда производят опрыскивание инсектицидами, они зачастую жалуются, что плохой эффект от применения всех или иных инсектицидов. В связи с тем, что сносится или убивается первое или второе поколение, личинка старшего возраста остается живой. На основании этого мы решили поделиться или напомнить, возобновить в памяти те краткие рекомендации для эффективной защиты от капустной моря в сезоне 2024 года. На данный момент мы находимся в наших партнерах в центральной части Беларуси, это Минская область, на средне-позднем гибриде от компании Сингента Ториадор. Как вы можете наблюдать, на сегодняшний день, на конец июня, уже мощная розетка листьев, начал формироваться кочан, в том числе и на других средне-поздних и поздних гибридах капусты, где очень сложно достичь очень высокой эффективности от применения инсектицидов. Очень часто мы видим ошибки, ваши ошибки в применении или проведении инсектицидных обработок. На сегодняшний день многие фермера используют дозу расхода рабочей жидкости в районе 250-300 литров на гектар. При такой стадии развития капусты, как вы можете видеть сейчас на видео, когда у нас уже начал формироваться кочан и где моль зачастую находится в пазухе листа, такой расход жидкости неприемлем. Вы искусственно снижаете эффективность применения любого инсектицида. На данную стадию развития капусты мы рекомендуем расход рабочей жидкости не меньше 400 литров, а желательно 500. Что на сегодняшний день мы порекомендуем инсектицидов? С учетом объезда и посещения ваших фермерских хозяйств на юге Беларуси, на западе Беларуси, а также центральной части Беларуси, при этом мы получили подтверждение активного развития капустной моли и в северных регионах Беларуси, мы порекомендуем сейчас применить очень мощные инсектициды на основе хлоранта нилиппола. Это амплига в дозе 0,4 литра на гектар, это волиан тарга в дозе 0,8 литра на гектар. Также в сезоне 2024 года на рынке Беларуси доступен инсектицид проклей. Он будет сейчас показывать высокую эффективность против капустной моли в дозе 0,2-0,3 кг на гектар. Наиболее эффективным и экономически целесообразным будет применение сейчас препарата амплига в дозе 0,4 литра на гектар с расходом рабочей жидкости 500 литров. На эти 500 литров мы рекомендуем добавить либо при липатии, согласно рекомендации производителя, либо карбамид в дозе 5-8 кг на каждый гектар. В сложившихся погодных условиях и при развитии капусты, как вы видите на этом участке, будет хорошим эффективным приемом совместного применения инсектицида с фунгицидом. В настоящее время мы рекомендуем применять препараты такие как квадрис в дозе 0,6-0,8 литра на гектар либо миравис в дозе 0,25-0,35 литра на гектар. Для того, чтобы оставаться в курсе новостей, следите за нашими обновлениями, подписывайтесь на наши соцсети в Facebook и Instagram, а мы будем и дальше вас знакомить с нюансами ухода за гибридами от компании Сингент для того, чтобы раскрыть потенциал наших гибридов вместе. До новых встреч в новом видеоролике. Субтитры создавал DimaTorzok